Общее сведение. Неонатальный абстинентный синдром или синдром отмены новорожденного – это комплекс симптомов, вызванных прекращением внутриутробного поступления в организм плода наркотических препаратов после родов. Распространенность составляет порядка 2-3% от всех новорожденных. У 60-80% матерей, принимающих опиоды, рождаются дети с нас. В последние годы наблюдается рост заболеваемости. На территории СНГ наиболее часто встречаются героиновые и алкогольные синдромы отмены у новорожденных. Несмотря на благоприятный прогноз, при неонатальном абстинентном синдроме часто страдает дальнейшее физическое и психомоторное развитие ребенка, наблюдается дефицит интеллекта. Все это делает нас важной медико-социальной проблемой. Неонатальный абстинентный синдром Причины неонатального абстинентного синдрома Неонатальный абстинентный синдром является прямым следствием употребления наркотических препаратов беременной женщины. Как и во взрослой психиатрии, его провоцируют вещества, вызывающие привыкание, амфетамины, героин, кокаин, марихуана, лекарственные. Средства из групп бензодиазепинов, диазепам, барбитуратов, пентабарбитал, опиатов, кодеинометадон и т.д. патогенез НАС Основывается на способности данных препаратов проходить через гематопалацентарный барьер. Таким образом, наркотик попадает не только в организм матери, но и плода в ее утробе, вызывая зависимость у обоих. После рождения поступление этого вещества прекращается, что и провоцирует развитие абстиненции у ребенка. Подобное влияние также наблюдается при длительном злоупотреблении матери алкоголем. Возникает фитальный алкогольный синдром Симптомы неонатального абстинентного синдрома Клиника неонатального абстинентного синдрома зависит от определенных факторов. Наиболее сильное влияние оказывает тип наркотического вещества, длительность употребления, размер дозы и кратность приема прекратила. Ли мать принимать препарат во время родов и как проходил синдром отмены, сроки, в которые родился ребенок, доношенность или недоношенность. Чем сильнее наркотик и большесуточная дозировка, тем более выраженной будет клиническая картина нас, особенно на фоне преждевременных родов. В зависимости от наркотического препарата первые симптомы могут проявляться в промежутке от 1 до 10 суток после родов, в среднем на 3-5 день. В редких случаях наблюдается отстроченный дебют на 14-21 день. Клиническая картина неонатального абстинентного синдрома разнообразна и может включать в себя большое количество симптомов. Самыми распространенными из них являются кожные высыпания в виде красных точек или небольших пятен, симптом арлекина, гипергидроз, рвота, ахикардия и тоохипной приступы апноэ свыше 10 секунд, цонос, чрезмерная возбудимость, ярко выраженный или сниженный. Аппетит, диарея, метеоризм, замедленная прибавка к массе тела, гипертермия, интенсивная транзиторная желтуха. Также часто встречаются гиперрефлексии, чрезмерное сосание собственных пальцев или кулака, повышенный тонус скелетной мускулатуры и мышечный триммер, судорожная готовность или судороги. Как правило, сильно страдает общее состояние, наблюдается длительный плач, при котором крик имеет пронзительный характер и лишен эмоционального окраса. Ребенок подолгу не может уснуть, вас не вздрагивает и просыпается от малейшего шума. Носовое дыхание зачастую осложнено, возникает заложенность носа и частое чихание. Любое действие попытка взять на руки или переодеть подгузник вызывает новый реступ плача. Также для неонатального абстинентного синдрома характерна повышенная чувствительность к резким световым и звуковым раздражителям. Период острых клинических проявлений сохраняется, как правило, не более 3-5 суток, редко – более 10 дней. Диагностика неонатального абстинентного синдрома Диагностика неонатального абстинентного синдрома основывается на анамнистических данных, физикальном обследовании ребенка, результатах лабораторных анализов. Инструментальные методы исследования, как правило, не применяются. При подозрении на нас важную роль играет тщательно собранный анамнез у матери. В процессе сбора анамнеза выясняют, какой именно наркотический препарат принимался, как долго и в какой дозе, а также когда произошло последнее употребление. При необходимости педиатр общается не только с матерью ребенка, но и с ее родственниками. Объективное обследование дает возможность определить все присутствующие симптомы, провести их анализ. В отечественной педиатрии для подтверждения диагноза и оценки тяжести неонатального абстинентного синдрома используется шкала L. Финниган в модификации G-YUN. Данная система базируется на сопоставлении возможных клинических проявлений и выставлении баллов за каждый симптом. Оценка выше 9 подтверждает нас. Тактику дальнейшего лечения определяют с учетом количества набранных баллов. Общие лабораторные методы диагностики ААК-ААН, биохимическое исследование, дополняются токсикологическим анализом крови и мочи с целью установления вида наркотика и уровня его содержания в плазме. Часто такое исследование проводится одновременно ребенку и его матери для исключения ложных результатов.